В среду губернатор Тверской области ознакомился с работой единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи, а также посетил клиническую больницу скорой помощи. Наша съемочная группа сопровождала главу региона. Все подробности в сюжете далее. Единый диспетчерский центр был открыт в 2019 году. Работа учреждения призвана в первую очередь сократить время регистрации вызовов и доезда бригад до пациентов, модернизировать систему диспетчеризации санитарного транспорта. В настоящее время в центр поступают звонки на номера 103 и 112 из Твери и Калининского района. Планируется, что до 2021 года на базе центра будет обеспечена полная централизация всех вызовов скорой на территории Верхневожья. Сейчас в учреждении идет ремонт помещений для расширения единого диспетчерского центра. С ходом работы ознакомился губернатор Тверской области. Планировка центра должна быть современной, удобной для работы специалистов. У диспетчеров должна быть наглядная карта, по которой можно отслеживать все вызовы, подытожил Игорь Руденя. Отметим, что ежедневно Тверь и Калининский район обслуживают 33-35 бригад скорой. Из них 5-6 бригад неотложной медицинской помощи. Среднее время доезда скорой медпомощи по экстренной форме по Твери 13,5 минут, по Калининскому району почти 29 минут. Это чистая зона, это так называемая красная зона для тяжелых пациентов. А это уже больница скорой медицинской помощи. Здесь ведется капитальный ремонт приемно-диагностического отделения, завершается ремонт нейрохирургического. Губернатор отметил, важно при проведении ремонта использовать качественный материал, оборудовать здание для удобства маломобильных людей, обеспечить антитеррористическую защищенность. Теперь видим нормальную вентиляцию, с утеплением, шумом, с унижением. Все ремонтные работы в учреждении должны быть завершены до конца текущего года. Также во время визита в больницу скорой медпомощи Горуденя пообщался со студентами, которые проходят здесь практику. Какой пуст? Треть. Че изучаете? Честно, спасибо. Честно, спасибо. Вы откуда? Опыт. Ну, с какой раз? Максач. Ты сказал. Понятно. Спасибо, что вы получили такую профессию у вас. Вам успехов. И мы, с твоей стороны, будем вам создавать условия. Губернатор пожелал удачи начинающим медикам и поблагодарил их за выбор профессии.